В Черноярковском сельском поселении состоялось краевое выездное заседание по вопросам сохранения водных биологических ресурсов в период нереста рыбы на территории Кубани. Цель встречи – оценка эффективности принимаемых мер по охране рыбных запасов в муниципалитетах. Как налажена эта работа в нашем районе, смотрите в первом материале выпуска. В Краснодарском крае рыбный промысел и рыбоводство, как отрасль, находятся на грани кризиса. За последние 10 лет объём добычи рыбы на Кубани сократился в десятки раз. Речь прежде всего о судаке, таране, пеленгасе. О том, как сохранить и восполнить водные биоресурсы, особенно сейчас, в период нереста, и обсуждали на краевом выездном заседании. В нём приняли участие советника дела аппарата главного федерального инспектора по Краснодарскому краю, специалисты краевых и федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в области охраны водных биоресурсов, главы Славинского и Темрюкского районов, представители воспроизводственных предприятий. Провёл совещание заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Михаил Димофеев. Открывая встречу, он отметил, что наступивший нерестовый период требует усиленной работы по охране рыбных запасов. Также Михаил Тимофеев отметил, вопросы, связанные с охраной водных биоресурсов, стоят на особом контроле в аппарате полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе. Регулярно проводятся совещания по вопросам сохранения водных биологических ресурсов, на которых даётся оценка работы всех уполномоченных органов. Славинский район относится к одной из самых крупных рыбоводческих территорий в крае. О том, какая работа ведётся в проведении рыбоохранных мероприятий в нашем муниципалитете и как в этом направлении работает созданный оперативный штаб, на заседании рассказал глава района Роман Сенеговский. В завершении заседания заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края отметил, что необходимо продолжать работать в таком же режиме, усилить обеспечение надёжной охраны биоресурсов. Наша задача – сохранить биоресурсы. А то, как мы сработаем в этот лесовый период, наверное, зависит судьба из следующего и последующих ближайших двух-трёх лет. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа События.